Никак не беднее остальных в Израиле. Это же, мы видим, происходит и в Первоапостольской Церкви. Принято решение освободить проповедников от прочих занятий, чтобы они могли посвятить всё время проповеди Слова Божьего. Да будет так и ныне, если и не Церковь Божия, а не самоизмышленная религиозная организация, самим не развлекаясь совершать служение Слова. Иоанна, 4 глава, 35 по 38 стих. Не говорите ли вы, что ещё 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на милы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает... 20 января 2022 года. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо излечение. Один сеет, а другой ждёт. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труды, в толкование. Вы говорите, то есть думаете, что в 4 месяц от сели наступит жатва, то есть чувственная. А я говорю вам, что разумная жатва уже наступила. Это говорил он о самарянах, которые уже шли к нему. Возведите очи ваши и разумные, и чувствительные, и посмотрите на множество самарян, идущих сюда, и на души их расположены и готовые двери, которые, как побелевшие милы, нуждаются в жатве. Ибо как колосья, когда побелевят, готовы жатве, так и они готовы ко спасению. Пророки сеяли, но не пожали. Впрочем, через это они не лишились удовольствия, но радуются вместе с нами. Хотя и не жнут вместе с нами. Чувственной жатвы так не бывает. Там, если случится, иному сеет, а иному жать, не жнущий скорбит. А в духовных жатвах не так. Но и пророки, проповедавшие и предрасполагавшие умы людей, радуются вместе с нами, привлекшими людей к спасению. Я послал вожать то, на чем бы ни трудились. Господь говорит это для того, чтобы, когда Он пошлет учеников на проповедь, они не смущались тем, что посылают на дело трудное. Труднейшее, говорит Он, приняли на себя пророки. А вас посылаю я на готовое. Справедливым изречением называет поговорку, употребляющуюся в народе. Иной сеет и иной жнет. Смотри, как Он говорит, все со властью и по велению. Я послал вас жать. Пусть слышат это ученики проклятого Маркиона и Манеса, и подобных, которые отчуждают Ветхий Завет от Нового. Они и здесь обличаются. Ибо если бы Ветхий Завет был чушь Нового, то как бы апостолы пожали сейное пророками? Если же апостолы жали сей на Ветхом Завете, то он не чушь Нового Завета, но оба суть один Завет. Пусть слышат и ориане, что Христос посылает учеников, как Господь и Владыка. Посылает для того, чтобы они сжали и отрезали от земных предметов пристрастившихся к ним язычников иудеев. Износили их на гулно, то есть сейка. В ней через молодьбу, валами, то есть учителями и подчинение им, они растираются и, освобождаясь от всякой плевы, от всего плотского и пожираемого огнем, складываются чистыми зернами в небесную житницу и потом становятся пищей Богу, радующимися об их спасении. Так Павел жал, отрезывая нас от земли и научая, что жительство наше на небесах. Пенепийцам 3.20 Некоторые же слова, посмотрите на небы, как они побелели и поспели к жатве, применяя цар к старцам по причине их седин и пожатия смертью. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,